Привет, друзья! В этом видео мы разберем все квесты барахольщика, актуальные для патча 0.8.4. В будущем наверняка будут изменения, дополнения или редакция тех или иных квестов. По возможности я буду это отслеживать и в комментариях под видео добавлять актуальную информацию, ссылочку на следующее видео обновленное. А если изменения будут незначительными, то просто допишу о них. Более того, в комментариях ты сможешь найти таймкоды каждого квеста, который тебе может потребоваться. Ориентируйся по ним и быстрее найдешь нужную информацию. Но уверен, что посмотрев видео целиком, наверняка ты сможешь подметить для себя полезные фишки. Поэтому не поленись это сделать, только бизнес. В первом квесте потребуется поднять уровень доверия до второго. На мой взгляд, самым продуктивным способом будет следующий. На первом уровне тебе уже будет доступна тактическая однолямочная сумка. Мы покупаем ее за 1800 рублей. Он уже начинает прокачивать репутацию с торговцем. Ножи, которые ты будешь выносить из каждого рейда, он не покупает. Единственный торговец, который это может сделать, просто взять ножи с рук, это скупщик. 1200 соответственно. Не очень выгодно и интересно. Поэтому мы сделаем следующим образом. Поместим ножи в эту сумку. Отдельно хотелось бы обратить твое внимание, что эту сумку с ножами лыжник купит за 9,5, а барахольщик и 8 не даст. Но так или иначе, это гораздо выгоднее, чем 3400, за которые забрал бы скупщик. Такая же схема торговли актуальна для любых предметов. По сути, все, что ты выносишь с рейда, нужно продавать барахольщику. Естественно, очки, шапочки и прочее он заберет так. Задание второе. Вернуть ультре былое величие. Проще говоря, настрелять 30 диких ботов или чело-ботов, но не ЧВКшников. Для лучшего понимания я воспользуюсь этой схемой. Обрати внимание, что в реалиях данного обновления больше всего ботов удается легко найти в ИДЕЕ. Как на парковке в нижней части, так и втором этаже. При появлении в северо-западном направлении, я бы предложил тебе маршрут, который бы выглядел вот таким образом. Так мы заходим и зачищаем парковку в первую очередь, после чего прислушиваемся к окружающим шумам. Исходя из них, принимаем решение подняться по главному входу, к боковому эскалатору справа или в задней части. Зачистив всех ботов в ИДЕЕ, нужно принять решение. Либо идти их искать дальше, что увеличит вероятность твоей смерти. Либо собрав их по жидке, двигаться на выход. Не забывай также про военные ящики. Я бы предложил забрать вот этот, крайней палатки. Тут тебе попадутся еще, на выход, здесь еще сумка и военный ящик. А дальше выбираться уже в юго-восточном направлении. Исходя из удобства и большого количества ботов в ИДЕЕ, при появлении в юго-восточном направлении, я бы предложил абсолютно тот же маршрут. Даже если ты появляешься в этой области, просто пройти по парковке. Время сдавать квест. На этой схеме ты можешь найти нужные нам магазины. Тренд, Дина, Топ-Бренд, Авокадо и Костин. Маршрут, который я тебе покажу, будет проходить со стороны ИДЕ. Как мне кажется, он наиболее оптимальный. Ты можешь выбрать, разумеется, любой другой. Мы поднимаемся по эскалатору и идем в Тренды. Достаточно просто зайти в магазин. Ты увидишь это в последующем видео. Дальше движемся в Костин. Заходим в МЧС по пути. Мало ли, медикаменты нам понадобятся. Дальше пробежимся в Дина. И напрямик в Топ-Бренд. Благо здесь можно вилять окольными путями. Из-за перестрелки, которую ты увидишь, мне пришлось отбегать по большому кругу. Пройти вот здесь по деревянному полу и посетить Авокадо. При этом у нас здесь завязалась следующая перестрелка вот в этой области. От которой я ретировался непонятным образом, не выиграв ее. Ну и ушел на выход. Дабы выполнить квест. Перейдем к визуальной составляющей. Если по пути будет какой-то ценный ящик или интересное место, я обязательно его покажу. Желаю тебе более успешных рейдов благодаря этой информации. Забираем ящик, поднимаемся наверх. Вот наш тренд. Совсем рядышком. Заходим. Идем к Костину. А вот заходить ли в МЧС решай сам. Видео по тому, как найти ключ есть на канале. Любопытная находка. Присмотрись к количеству бинтиков. Ну, хоть таблетки. И на том спасибо. Выходим. Идем к Дине. Благо он совсем рядышком. Постоянная стрельба, это нормально. Не забывай осматриваться. Выходим. Движемся дальше. Сейчас тоже будет любопытный момент. Присмотрись к моему логическому мышлению. Шаги. Значит, надо валить. Не зря, правда? Это был взрыв гранат, который бросили следом. Вот он, топ-бренд. Минуем его и движемся дальше. Я прошел через Техно. К Оле не пошли, мебельный минули. Ящик. 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 Нет, не лутать, не лутать. Квест сделать. Проходим. И вот последнее авокадо. Скажи мне, что это за бред? Ладно, здесь я стрелял стоя, мог не попасть. Благо у него Ксюха и он тоже боялся. Я подхилялся на таблетках. Сначала хотел повоевать и добить. Но потом проверил. Угу. Квест говорит, что нужно выжить. Не всегда, конечно, это требуется, хотя квесты так пишут. Но рисковать я не стал. Ретировался, отбежал, спустился в подвал по эскалатору. Прошелся, проверил, ботов нет. Все чисто. Не смог пройти мимо ящика. Ну, просто лута особо-то не было. Подобрал, что нашел и побежал к выходу. Квест дан. Движемся дальше. Четвертый квест назван Кровь войны. Мы будем искать бензовозы, расположенные на карте развязка. Они потребуются по одному из квестов барахольщика. Первый находится вот здесь. В задней части гипермаркета. Не очень удобно расположен на открытой местности. Устанавливаем маяк и главное выжить. Защищать его не нужно. Двигаемся сразу в сторону второго. Правда вот эти парни будут против. Пришлось переиграть. Второй находится на насосной станции или электрической станции. Не так важно, как ее назвать. Устанавливаем. Есть смысл пролутать домик, который находится рядом. Частенько здесь можно найти ружье. В сумке как повезет. Выжидаем отведенное время и задача выполнена. А вот третий бензовоз стоит особняком. Если встать на центральную парковку, то напротив надписи Гошан. Вот она видишь? Разворачиваемся и бегом к синему забору. Последний маяк. После установки двигаемся к выходу, так как обязательное условие выжить. Пятая задача названа модный приговор. Потребуются шапки-ушанки и ковбойские шляпы по 7 штук. Ковбойские шляпы ты сможешь обменять на жетоны 22 плюс уровня. Один к одному. Но на самом деле проще сходить на развязку и полутать манекены в разных магазинах. Также они попадаются на ботах. А вот дела с шапками-ушанками обстоят гораздо проще. На ботах, в том числе на заводе, их пруд-пруди. Первый предмет, который мы рассмотрим, находится в Олле. Вот в этой точке. Вот здесь мы подходим. Второй предмет, который мы будем искать, будет находиться слева от Гошана. Или справа от Идеи. Во втором примере мы двигались вот от этой точки, где подобрали шляпу. Последний заключающий находится вот в этом офисе. С первой частью все понятно. Перейдем ко второй. Твоим ориентиром будет эскалатор. Подъем к Олле. Мы залезли на второй этаж. Двигаемся к двери. Заходим. Проходим по коридору. Нас интересует первая закрытая дверь. Открывается она с помощью ключа от офисов логистики, который можно найти на таможне. Видео по поиску ключа есть на канале. Супостаты палят со всех сторон. Супостаты палят со всех сторон. В этой части можно найти как топористов, так и экипированных ребят. Популярная зона. А вот и наши документы. Я чувствую себя Вангой. Предполагал, что эта комната специально для квеста. Самое главное выжить и вынести документы с локации. Иначе его не засчитают. В первом квесте из цепочки шить не тужить нам предстоит достать по два пилигрима и лыжные маски. С прорезями для глаз как у ниндзя, уточнял барахольщик. Здесь рандом. Маски попадаются чаще вроде бы на стройке на таможне. А на боте один раз видел на заводе, но не смог вынести. И то и другое чистый рандом. Говорят, чаще попадаются на стройке таможни и на берегу иногда. А по мне как повезет. Если не сможешь достать, постарайся у кого-нибудь купить. Я лично свои маски забирал по 800к. Девятым, а за ним и десятым квестом будет шить не тужить часть вторая и третья. Я объединяю их в один квест по одной простой причине. Все аналогично, только броники разные. Гжелька и дефик. Загвоздка квеста в необходимой прочности бронежилета. Для простого прохождения квеста тебе необходима малая прочность. Другими словами, если будет хотя бы одна единичка, то ты сможешь починить до нужных процентов. Не имея такой возможности, бронежилеты были с большей прочностью, я пробовал химичить. Например, вот так. Стрелять в броне, который лежит на земле, бесполезно. Прочности это не убавляет. Была даже перестрелка. Вот он мне грудак пробил, но прочности не хватило. После чего я попробовал еще раз хитрить. Надел гжель на труп и пострелял по нему. Вроде как выбит. По крайней мере так нарисовано. Ну я такой радостный, все хорошо, сдам квест. Выхожу с рейда. И что бы мы видели? Сдать нельзя. А в чем же дело? У гжельки есть прочность. Это пофиксили в последнем обновлении. Немного повоевав, понизил до нужной прочности и со второго бронежилета все получилось. Сдаем квест и приступаем к следующему. С дефиками отдельная история, но я рассмотрю ее на примере ремонта. У меня был полностью выбитый. Он ушел сразу. Был немного недобитый. Вот видишь эта шкала? Тут мы можем выбрать сколько. Главное не почини больше чем нужно. Иначе заново придется выбивать. Ставим нужное количество прочности. Сдаем. И квест выполнен. Обратите внимание, что на втором уровне барахольщика будет доступно Blackrock и АВС. На третьем в Artage. Покупать или достать в рейде? Решай сам. Секрет успеха по-тарковски. Необходимо принять квест и прийти на карту развязка. Поднимаемся по эскалатору на второй, а потом и третий этаж возле Олли. На первом же перекрестке поворачиваем направо и попадаем в музей истории. Здесь за паровозиком ты найдешь первую книжку. А теперь на схеме. Поднимаемся по эскалатору и идем по коридору. Первый пролет поворачиваем направо. Музей истории прямо перед нами. Стеллаж будет находиться вот в этой области. Покидаем книжный магазин. На позитивчики такие. Любуемся видами. И двигаемся в сторону оружейного магазина. Он находится прямо под нами. Рядом гипермаркет Гошан. Спускаемся по эскалатору на второй этаж. И двигаемся к гипермаркету. Тут же поворачиваем налево. И упираемся в нужный нам квестовый магазинчик. Здесь на полочке находится вторая книжка. Вот она. Двигаемся от музея истории. Проходим в коридор. И к эскалатору. Спускаемся на второй этаж. Двигаемся в сторону Гошана. И проходим по коридору до конца. Здесь находится вторая книга. Мы собрали обе. Остается выйти живым с локации. И сдать их работодателю. Завершаем квест. И миссия выполнена. Харизма города берет. Особой хитрости здесь нет. Ты просто продаешь все, что приносишь с рейда. Ну по крайней мере чем не будешь пользоваться. Для ускорения можно покупать товары у торговцев. И сбагривать обратно. Но я не рекомендовал бы тебе этим заниматься. Только если прям очень хочется успеть. Или добить последние там полу уровня. Как мне кажется, к этому этапу второй уровень с медичкой у тебя уже будет. Но если нет, просто продавай все товары. В первую очередь сначала ей. То, что она готова купить. Как например банку сгущенки за 6000 рублей. Профит. Квест Благодарность. Арафатка будет доступна на третьем уровне барахольщика. Остальное придется полутать. Балаклава Гост в моем случае чаще попадается на игроков. Нежели ботах. Круглые очки постоянно на ботах есть. Рейбенч чуть реже, но найти можно. Теперь нам нужно зайти на карту лес. И сориентироваться, где же мы появились. Я делал это без карты. Потому что думаю не так принципиально. Откуда тебе бежать. Но технически с окраины это будет делать ближе. Потому что совсем рядышком. Буквально нужно будет камни обойти. Раз я так близко появился к меченке. Решаю ее проверить. И вижу ттшника. Вот такой парень, который не с топором. А с пистолетом. Еще и с глушителем. Опасный малый. Просто иду вслед. Осматриваюсь нет ли других желающих. Он возможно от збшки бежит от бункера. Забираю его. Так. На меченке он ничего подобрать не успел. Интересного нет. Окей. Бежим снова к воде. Ориентиром будет палатка. Налево лучше не выглядывать. Ботов или людей сагрич. Зачем это? По краешку, по кромке воды. Приближаемся к бочкам. И заложить нужно здесь. Как ты слышишь, постоянно стреляют. Так уж мне повезло. Обычно вроде как здесь тише. Каждый предмет придется закладывать по отдельности. То есть ты зажимаешь кнопочку и лежишь. Складываем последнюю. И квест выполнен. Выживать не обязательно. Смело сдаем барахольщику. Не поленись написать, с какого раза у тебя выполнился этот квест. В квесте ночь распродаж от нас требуется выжить 20 раз на развязке. При желании можно просто пробегать. И это пойдет в счет. По крайней мере в реалиях данного обновления. Займет от 4 до 6 минут. Лично я один раз так сделал. Все остальное время воевал. И добросовестно выносил от 100 до 300 тысяч в среднем. В последнем квесте барахольщик попросит от нас ключ-отказ Гошана. Но это такой здоровый гипермаркет Гошан, который находится в сердце гипермаркета Ультра. Ключ выглядит таким образом. Достать его можно на таможне. Находится он в автобусе возле заправки. Вот он отмечен на схеме. Пробегаем, заходим внутрь. И вот здесь на сиденье. Отлично. Мы его нашли. Теперь остается исследовать и сдать работодателю. Огромное спасибо всем, кто не забывает ставить пальцы вверх. До встречи в следующем видео.